Депутаты Государственной Думы в едином порыве решили поддержать страну в непростой экономической ситуации, сократив себе заработную плату на 10%. Однако не обошлось и без комментариев, что, несмотря на этот шаг, депутаты такие же люди, как и остальные, и есть им хочется так же, как и прочим россиянам. О том, какой зарплаты будет достаточно, чтобы удовлетворить аппетиты парламентариев, Заптовый решил поинтересоваться у четинцев. Не знаю, примерно, ну, тысяч хотя бы, ну, сто. Ну, тысяч сорок. 16 тысяч рублей, чтобы знали, как на них нужно жить. Вот, вот, вот эти. Наверное, 60-то самое малое должно быть. Большая часть опрошенных в своих предположениях не превысила сумму в 100 тысяч рублей, а некоторые четинцы удивили уровнем зарплат в стране в целом. Достаточно, как рядовые граждане, 100 тысяч рублей в месяц. Однако в итоге все пришли к выводу, что раз депутаты такие же люди, как и остальные, то и кушать им должно хотеться в тех же масштабах. Так как мы, как простой рабочий класс. А почему? А потому, чтобы нам жилось хорошо и им тоже. На самом деле, цифры официальной статистики говорят о том, что российские депутаты очень далеки от рабочего класса. С 1 сентября 2014 года зарплата депутатов Госдумы составляет 420 тысяч рублей, а размер ежеквартального поощрения 81,5 тысяч рублей. Так что, даже урезав свой кусок хлеба с маслом на 10%, наверное, голодными народные избранники все же не останутся. Депутаты Краевого ЗАГС Собрания, получающие от 70 до 120 тысяч рублей в месяц, со своими коллегами солидарны. Они предложили сократить расходы на себя еще в ноябре прошлого года. Депутаты, смотрите, депутаты. Сколько было в прошлом году? 29 миллионов было в прошлом году при полном комплекте. На 15-й год предлагаем 40 миллионов. 40 миллионов. Зачем вот самих себя выставлять на пасмичище перед всеми вот нашими ветеранами, которых обрезаем, перед детьми, у которых там отбираем какие-то пособия и прочие вещи. Я предлагаю эту сумму тоже посмотреть, оставить в каждом комитете по одному человеку на постоянном основе.